всем привет привет моим подписчикам моим гостям канала сразу в начале видео хочу сказать девочки мне сегодня писали в личные сообщения в инстаграме как со мной можно иметь связь кроме инстаграма и переписки в ю тубе что я хочу сказать девочки есть группа вконтакте пожалуйста подписывайтесь мы можем там общаться ну и потом позже что-то придумаем но мое видео о посылке ирочка посылка собрана посылка отправлена и сейчас я сделаю небольшую экскурсию покажу как все это происходило а сейчас я хочу показать как отправлялась посылка победителю розыгрыша посылочка благополучно собрана запечатана идет отправляться адресату значит что я хочу сказать посылка будет отправляться с кипром оказывается вот отмечался не сказать праздник не праздник день пропавших без вести в турецко-греческую войну вместе с моей дочерью все зрители прогуляются по этому поселку несу посылочку на почту у нас в парке какой-то праздник намечается что-то палатки стоят пришлось вообще в обход и решила пройти по мостику а тут смотрю уже какая-то палатка видите как люди чтят память своих погибших у них есть день начала войны у них день есть окончания войны у них есть день погибших и есть день пропавших без вести поселок как ну как например у нас в украине это такие так выглядят поселки городского типа есть более богатые деревни они выглядят прям как центр города любого но здесь в основном жители возрастные кто пережил эту войну ну такая более маленькая деревня более компактная в общем похоже как на поселок городского типа а это что-то с беженцами связано который после войны турецко-кипской прям целая экскурсия получилась а вон почта наша а я думаю чего-то они развесили флажки везде сейчас на почте поменялась работница и она не знает всех нюансов да что я хочу сказать почта работает всего два часа в день принимают посылки только маленькие и до 100 грамм но когда они увидели что дочь достала еще из собой весы она знает эту этот момент она носит собой на почту весы поэтому она позвонила уточнила сказали что да до 200 грамм такая-то стоимость и в общем то я все принимаю но она объясняла что посылка не слегка плоская но не совсем плоско ну в общем посылку принято привет это спасибо 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 Детейся привезли к нам На праздник Будет праздник Тут автобусов и днем с огнем не сыщешь А сейчас вон несколько стоит Сразу Это у нас тут супермаркет местный Деревня маленькая очень Это больница такая маленькая Поликлиника работает только по пятницам Прием у них И аптека Одна на всю деревню Зато продажа машин есть Две кафешки Видите, одно напротив другого Но это только для мужчин Женщины по кафе тут не ходят Ну по крайней мере в деревне В городах есть разные кафе Это вот видите памятник церкви Такой же макет стоял там На почте я специально пыталась заснять Не знаю, что получилось В детском месте раньше, когда жили беженцы Была вот такая церквушка Она была в виде палатки И к ней потом пристроили колокольню Иногда приходят Приезжают Они относятся к памяти Относятся к памяти Которая связана с войной Как празднуют, отмечают Чествуют, скажем так Чествуют своих военных Своих погибших И что еще мне тронуло Скажем так Правильно сказать Тронуло У них у всех База данных ДНК И когда находят Периодически до сих пор Находят останки погибших Это объявляется Освещается в прессе И потом Проверяется ДНК И сообщается Родственникам В семье зятя Тоже есть пропавший без вести Его дядя родной Его мамы Брат Но вот до сих пор Его останки еще не найдены Вот такая вот Получилась Видите история Экскурсия Вместе с посылочкой Ну теперь будем ждать Прихода посылки Благополучного Получения благополучного Посылочки Всем всего хорошего Всего доброго Присоединяйтесь к нам В группу Присоединяйтесь к нам На канал Подписывайтесь Надеюсь вам всем Понравилась маленькая Экскурсия И как отправлялась Посылочка Заходите ко мне На канал Подписывайтесь Ставьте лайки Я вас всех жду Общение мы наладим Общение у нас будет происходить И все Всех целую Обнимаю Пока Субтитры сделал DimaTorzok